Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Осина и мой великолепный пособник, шипящий-скрипящий микрофон. Без него я, собственно, никуда. И это очередные размышления о... Усаживайтесь приятненько перед своим монитором, приятненько перед своим монитором. Ммм, Осина, в очередной раз ты сказала какую-то великолепную фразу, которую сама не поняла. Ладно, я желаю вам приятного прослушивания данного и все-таки немного осознавая тот факт, что я беседую с вами и хочу увидеть какие-то комментарии на данную тему. В общем, размышления о это некого рода подкаст, который таковым не является, это именно беседа с моими любезными прекрасными зрителями. С вами. Да-да, именно так. И уж простите, в очередной раз видео не по играм. Ну, ничего не могу поделать, потому что у меня не только нет времени, хотя и времени тоже нету, и с настроением мега все плохо, потому что, к величайшему сожалению, с каждым днем жизнь катится в дикие тартарары. И мне уже интересно, что вот завтра я могу открыть глаза и произойдет что-то еще более грандиозное. Но, на удивление, я не являюсь пессимистом. Нет, я уже, знаете, такой стандартный... нет, даже не пофигист. Я просто грустный реалист, открывающий глаза и думающий, да, и снова это окружает меня. Но не будем о плохом. Собственно, я надеюсь, что данная беседа поднимет настроение и мне, и вам. А может быть и нет, судя по тому, о чем я хочу с вами говорить. А хочу я поговорить о своих любимых необычных фильмах. Почему именно необычных? Если вообще так погрызть данную ситуацию как семечки, откидывая шелуху, то, в принципе, в своих руках я оставляю именно эти самые необычные фильмы. Я смотрю огромное количество лент, то есть... Хотя в последнее время не особенно. То есть я раньше всегда интересовалась миром кинематографа, новинками, старыми фильмами. Накопила очень огромный багаж знаний в плане данной информационной стези. Какие слова мне в голову лезут? Сколько сейчас? А, половина второго. Ну, конечно, стандартная ситуация. И поняла, что, в принципе, вот лично я люблю фильмы со смыслом, который лежит не на поверхности, а, естественно, фильмы с двойным дном. Знаете, есть такой фокус, когда открывается ящичек, в котором что-нибудь лежит, он закрывается, открывается вновь, и этого чего-то там нету, потому что в этом ящике существует двойное дно. В детстве мы все, конечно же, восхищались подобными фокусами. Ну, лет так в шесть, естественно. А потом уже начинали разгадывать подобный прием. И именно за это я люблю эти фильмы. Я люблю разгадывать приемы в подобных лентах. И, наверное, начну я с Джорджина, конечно же. Те, кто подписан на мою группу ВКонтакте, уже обнаружили данный фильм в ленте. Собственно, я несколько дней назад выкладывала и небольшое свое мнение на тему этого фильма. И также предоставляла вам возможность его лицезреть. Некоторые, как я поняла, это сделали. Особенно один молодой человек высказался по этому поводу и спросил, а что же, собственно, нравится мне? Почему я посчитала его очень сложным для восприятия, хотя таковым он ему совершенно не показался? И что я вообще о нем думаю? Ну, если я сказала, что это кино замечательное, то он, наверное, именно так я и думаю. Но начнем по порядку. Я, естественно, не буду вдаваться в дебри сюжета, потому что люто, лютейше советую вам ознакомиться с данным шедевром киноиндустрии. На мой скромный взгляд, все-таки это является шедевром. Но что мне в нем понравилось? Мне понравилась совершенно обыденная история на тему войны. По-моему, поднимается там тема Первой мировой войны. Вы уж простите, я тоже, на самом деле, смотрела данный фильм достаточно давно, и некоторые события у меня отшколупались от моих мозговых клеток. И, собственно, антураж, которым все подается, и каким образом, некими аллюзиями поступает этот сюжет тебе в подкорку головного мозга, и ты не можешь сначала уловить эту суть, а история-то достаточно проста, она о семейных ценностях, как это ни странно. Именно о семейных ценностях и об одиночестве человека, и насколько может он его преодолеть или не может, и как данные кошмарные вещи, которые в жизни нашей могут происходить, ломают нас, или, наоборот, даруют нам какую-то определенную свободу, и знамение свыше, что ли. Хотя, какое, господи, знамение свыше? Все в жизни поддается самой простой теории относительности и теории вероятности. Какой интересный у меня шум. Видимо, коты дерутся за дверью, и это тоже. Это все стандартно, это теория вероятности. Как только я сажусь, они очень любят погонять друг друга по коридору. Во-первых, снят фильм потрясающий. Очень интересная операторская работа, очень интересный актерский состав. И именно в этом фильме засветилась небезызвестная французская певица Милен Фармер. Я впервые увидела ее вообще в актерском амплуа, и ох, как она мне понравилась. Немного необычная сама по себе чудесным образом вплелась в сюжет и как раз-таки вот в эту зимнюю атмосферу одиночества. И есть там одна сцена, которая для меня является чуть ли не самой главной во всех лентах, которые я когда-либо смотрела. Это сцена в психиатрической клинике. И больше я не скажу ни слова. Вот точка. За сцену в психиатрической клинике, да вообще за все сцены, которые там происходят, этот фильм необходимо смотреть. Смотреть, ужасаться и любить его. Я ни в коем случае не буду навязывать данное, потому что у каждого человека есть свой взгляд на вещи. Некоторые люди, например, после сложного рабочего дня, они любят прийти домой и расслабиться перед своим телевизором. Они хотят посмотреть что-то легкое, какую-нибудь милую американскую комедию. Посмеяться, отключить свое сознание, возможно. Или наоборот подумать, что подобные вещи могли происходить в их жизни. Не задумываясь ни над чем. Главное, не смотреть русские кошмарные комедии. Производство. Сами знаете кого. Загляните на канал BadComedian. Это не реклама. И посмотрите его обзоры. Обзоры лучше. Лучше так, чем смотреть ужасное русское кино плохого качества. Хотя русское кино есть и очень хорошего качества. И может быть даже сегодня несколько фильмов я здесь и объявлю. Тех, которые мне безумно-безумно нравятся. Ну, в общем, Джорджина, честно, очень советую вам посмотреть. И следующее, что я бы вам сказала на тему кинематографа. Да, я думаю, многим известно, что я очень большая поклонница Дэвида Линча. И я совершенно такой не являлась в детстве. Потому что маленькая Катя в возрасте где-то 7-8 лет смотрела Twin Peaks. И глаза округляла, потому что не понимала, о чем идет речь. У меня старший брат, поэтому, естественно, я как-то поглощала все эти интересные и захватывающие, совершенно непонятные для меня сериалы. Хотя от секретных материалов я в 7 лет тащилась просто, просто как человек, совершенно осознавая, что там происходит. Хотя секретные материалы никогда не страдали двойным дном. Хотя были там интересные серии. Ну ладно, сегодня разговор не об этом. Сегодня разговор как раз-таки о странных вещах. И Дэвид Линч, он поразил меня, наверное, впервые. Что же за фильм я смотрела? Вы удивитесь, но это был не Малхолланд Драйв. Хотя на него я наткнулась тоже потом совершенно неосознанно. Впервые я посмотрела Синий Бархат. Вот что я увидела. И смотрела я его по телевизору, совершенно не зная название данного кино. Оно шло поздно-поздно ночью. И оно завлекло меня какой-то просто дикой агрессивной непонятностью. Филигранными совершенно вещами, как-то точно выверенными. И в то же самое дико размытыми. Этот фильм поразил меня до глубины души. Хотя он не является моим любимым фильмом у Линча. Это вот мое мнение именно на данный момент в моей жизни. Но я зацепилась за этого режиссера. Конечно же, я досмотрела до конца. Я посмотрела титры и узнала, собственно, все, что должна была знать о данном фильме, кроме названия. Как это ни странно. Вот название я тогда так и не узнала. Я долго страдала по поводу того, что не могу его найти вновь с интернетом. Тогда была очень большая беда. У нас, по-моему, в квартире даже он не был проведен. У нас просто было два телевизора. Один у меня, один на кухне, по-моему, или у брата стоял. Но не суть. Интернет у нас появился чуточку попозже. Там спустя несколько лет. И то для того, чтобы загрузить страницу в браузере, нужно 10 минут точить карандаши и ужасаться тому, о боже мой, когда же там откроется какая-нибудь кошмарная картинка. И в это же время у вас занят телефон, потому что, естественно, модем подключался именно к нему. Потом я наткнулась на Малхолланд Драйв. И опять же наткнулась поздно ночью, именно на каком-то канале центральном. Посмотрела с дичайшим удовольствием, с какими-то квадратнейшими глазами. И я поняла, что это тот же самый режиссер. Я это осознала. И, о боже мой, и после этого уже, да, действительно пришла любовь к его произведениям. И я не могу сказать, что я люблю каждый его фильм. Нет. Головоластик, например, для меня это дикая отрыжка кинематографа. Это нечто настолько отвратительное, что даже... Хотя человеческая многоножка... Ну, не знаю, не знаю. Это просто... Кстати, один из моих самых любимых треков. Это, как всегда в скобочках, немного насчет музыки. Музыка из Алисы второй, Американ Маги. И, собственно, Джейсон Тай играет сейчас у вас. В ушах. Помимо моего шипящего голоса. Скрипящего. И, в общем, Голова Ластик для меня после первого просмотра вызвала желание, во-первых, пойти и исторгнуть из себя только что обед, который я съела, и забыть о существовании данного фильма. Вот как это ни странно, именно пяти тизер Сайлент Хиллса напомнил мне о Голове Ластики. Те, кто видел или играл, я думаю, прекрасно меня поймут. И те, кто, собственно, видел Голову Ластик. Ладно, вкратце немного об истории данного кино. Он совершенно нелюбимый, но каким-то образом он вплелся сейчас в мое размышление. Собственная история повествует о человеке, который вот только-вот только женился, и у него очень скучная работа, и вообще блеклая жизнь. И у него родился сын, который на самом деле не его сын, а просто какой-то эмбрион, который ночами постоянно визжит. И дальше начинается самая настоящая фантасмагория бреда. Фантасмагория бреда масломасляное. Ну, если бы вы увидели данный фильм, вы меня поняли. Это одна из самых первых работ Линча, и, собственно, он снял это все дело на коленке, но получилось впечатляюще. Впечатляюще отторгательно, если такое слово отторгательно. Не суть. А потом, конечно же, я посмотрела фильм, который является самым любимым у Линча для меня. Это шоссе в никуда. Это фильм моей души, что ли? Это порыв замкнутого круга, когда ты сам себя выворачиваешь наизнанку, не зная, кто же ты все-таки есть, и возвращаешься к изначальному пункту своего пути. Ох, как я вообще туманно сейчас выразилась, но я не могу объяснить свою любовь к этому фильму. Прекраснейший саундтрек, очень жесткая музыка, а временами безумно красивая музыка, удивительные сцены, которые там показаны, и это бесконечная-бесконечная дорога. И, как всегда, это линчевская, немного бредятина, но в то же самое время бредятина, которая содержит суть. Также я смотрела абсолютно все его работы, даже какие-то рекламы Диор, по-моему, у него была, если я не ошибаюсь. Вроде бы духов. В то же самое время это не суть. Шесть минут довольно красивого рекламного ролика на тему. И, конечно же, я смотрела «Внутреннюю империю», так многими нелюбимую, так многими считаем одним из самых его худших фильмов. Но на «Внутреннюю империю» я ходила три раза в кино с огромным удовольствием. Я сидела в зале одна, наслаждаясь тем, что все люди вышли из зала после первого часа. Потому что они не только этого не поняли, они это не приняли. И я не могу их винить, потому что принять Дэвида Линча достаточно тяжело. Но в то же самое время он не является самым путанным, что ли, режиссером. О, боже мой, что происходит на кухне? Вы уж простите за мои такие периодические раздумывания на тему, что же творят коты. Ну, просто там может происходить нечто невероятное. Вы знаете, я посмотрела много странного кино в своей жизни. И, кстати, большое спасибо за то, что мне советовали фильм «Враг» с Джеймсом Джилленхолом. Я его смотрела до этого. И благодаря тоже одному из моих замечательных подписчиков, Виталию Кузнецов, если ты смотришь это видео, я думаю, ты знаешь, что я говорю о тебе. Спасибо, этот фильм просто великолепен. Опять же, всей вот этой вот своей алгоритмической психоделичностью он зацепил меня, зацепил и заставил полюбить. Пересмотрела еще раз и совершенно не жалею о данном. Странные фильмы, странные фильмы. И опять я задумалась, что же я могу к ним отнести еще. Их очень много, и меня сбили коты. Бывает и подобное. Ладно, давайте, наверное, предоставим слово вам. Мне интересно услышать ваше мнение на данный счет. Какие необычные вещи смотрели вы в своей жизни. И, возможно, я никогда их не видела. Очень интересно услышать ваше мнение. Поверьте, я всегда как-то к нему не только прислушиваюсь, но и, бывает, следую советам. А вот теперь как-то хочется поговорить о больших маленьких играх. О них я разговаривала не единожды, но недавно, совсем недавно, я осознала, что вышло огромное количество игр, в которые я не играла, и с которыми мне необходимо познакомиться. Что я считаю большими маленькими играми? Собственно, это такая игра, которая при маленьком хронометраже, и при довольно-таки низком бюджете и маленькой группой разработчиков является таким огромным миром, который может захватить, влюбить в себя и заставлять переигрывать. Что подобные игры могут перекрывать большие бестселлеры, которые выходят, как штамповка. Ну уж, да простят меня фанаты Assassin's Creed, но я считаю, что с Assassin's Creed на нынешний момент дело обстоит очень плохо. И даже их большая маленькая игра, ну просто маленькая игра, это, по-моему, Хроники Китай, была даже интереснее, чем большие игры данной серии. Но это мое скромное мнение, совершенно не как фаната, а как человека, который стоит в стороне, смотрит на это дело, вздыхает и вспоминает о славных временах, когда на самом деле Assassin's Creed еще не существовало, а был такой прекрасный молодой человек, как Принц Персии, и был такой прекрасный молодой человек, как Вор Гаррет. И если вы знаете компанию Ubisoft, и откуда растут ноги у Assassin's Creed, то вы меня прекрасно понимаете. Поклонюсь и уйду в туман на данном. Ну что же, большие и маленькие игры. Для меня, конечно же, одной из самых таких больших, маленьких игр стал Bastion, который просто завладел моим сознанием, и Transistor. Спасибо большое тем ребятам, которые создали эти два шедевра, которые при просто крохотулечном бюджете, как эффект ядерной бомбы. Во всяком случае, опять же, лично для меня. Мне очень понравилась Gone Home. Я поиграла совсем недавно. Увидела на канале у Иры Игромагики. Буквально, буквально пять минут посмотрела, что из себя представляет данная вещица. Поняла, что хочу выключить, скачать ее в Стиме, включить и сама побродить по этому дому. Совершенно, совершенно так вот, по крупицам собираемый сюжет, который не стоит даже на первом плане. И довольно простая подача, но которая хватает за душу и, опять же, заставляет, заставляет еще разок вернуться в этот дом. Большое спасибо той девушке, которая подарила мне игру Тук-Тук. Я думаю, ясно, о какой игре идет речь. Меня просили записать ее для канала, и не единожды. Но, знаете, на самом деле, не очень хочется мне этим заниматься. Очень хочется поиграть лично для себя. Я не знаю, как к хоррорам. К хоррорам подобного рода я отношусь хорошо. Да и это я не считаю никаким хоррором. Это небольшая зарисовка на тему ночной паники. Знаете, бывает, не поспишь так три дня, или мучает тебя кошмарная-кошмарная бессонница. И встаешь ты ночью в туалет, как бы странно это ни звучало, и начинаешь мысленно путаться по пути к нему. Потому что не то, чтобы тебе что-то мерещится дивно страшное, но действительно наступает период каких-то зрительных иллюзий и каких-то даже слуховых галлюцинаций. В общем, людям просто надо спать побольше. И тогда таких вещей, которые происходят в данной игре, вы никогда не обнаружите в своей жизни. Я не могу сказать, что она мне понравилась на первый взгляд. То есть я немного так копнула, как говорится, лопатой землю подцепила, подумала, подумала, вышла из игры, потом зашла вновь, и тут она уже заиграла для меня какими-то совсем другими красками. Наверное, время я нашла для нее более подходящее. То есть второй раз я попыталась пройти ее часа так в три ночи, и действительно уже как-то это более атмосферно меня зацепило. А вообще она странная, и мне это понравилось. Да-да-да. И большое спасибо, конечно же, за то, что мне сделали этот замечательный подарок. А, большая и маленькая игра. Для меня такой игрой стала Dead Light. И... Да? Нет? Или да? И это совсем не та игра, о которой вы подумали, где зомби и паркур и прочее. Нет-нет-нет, это небольшой такой платформер, тоже на тему зомби-апокалипсиса. Который... Который просто мне в сердце всадил огромнейшую стрелу, напомнив фразам и The Last of Us, и дорогу, и заставляющийся переживать главному герою. Игра вышла, по-моему, два или три года назад, и действительно очень сильно меня зацепила. Как-то я не видела особенно летсплеев на эту игру, никаких прохождений, но в то же самое время считаю, что очень зря она весьма и весьма достойна. Может быть, когда-нибудь моя рука, мои две руки, дойдут до прохождения данного маленького и замечательного платформера. Одна из больших-маленьких игр, это на удивление Анна. Если есть люди среди вас, которые меня смотрят, и которые являются подписчиками Гедозвона, которые Гед, то, конечно же, Анна называется для них несколько иначе. Анна-любовь наша. Ну ладно. Анна-необъяснимо удивительная игра. Очень странная и двоякая. И действительно заставляющая бояться. При минимуме каких-то ресурсов и при минимуме пугалок, которые разработчики держали в своих руках и преподносили нам, игрокам, им удалось создать дико страшную историю, атмосферную и пугающую, какими-то совершенно неожиданными поворотами. Хотя, если честно, уже как только мы очутились рядом с этим домом, я знала, где зарыта собака. Ну, это все из-за того, что, видимо, много литературы на подобную тематику прочитала. Маленькие и большие игры. Ну же, ну же, всплывайте в моей памяти. Конечно же, это... Тутэмун. Ну, вместо тысячи слов. Эта игра прекрасна. Прекрасна своей удивительной историей. И мне очень, очень жаль, что я играла в нее всего лишь один раз. И это надо исправлять. Вы не находите. И, может быть, даже для канала исправлять. И тропа. Куда же без тропы? Наверное, на моем канале это самое... Самое неоднозначное прохождение. Это просто огромные-огромные размышления на тему. Я, конечно, ради интереса посмотрела то, что я, в принципе, несла на фоне. Да, на тот момент мой менталитет и... Мое сознание было таким. Но сейчас все изменилось. Жизнь несколько подточила. Скульптуру моей жизни. Жизнь подточила скульптуру моей жизни. Час 48. Запомните. Вот именно в это время Осина начинает нести ахинею. Все. Потому что она не выспалась накануне. Ох, ладненько. Вы поняли. Тропа это восхитительно. И я очень-очень-очень хочу ее перепройти. Для чего я хочу ее перепройти? Потому что с моим нынешним мнением эта игра заиграет совершенно другими красками. Она будет даже более глубокая, но очень-очень-очень депрессивная. О, да. Осина любитель культивировать агрессию, как уже многие мне сказали. Нет, чтобы на кухне борщи варить. Эй, как же так можно? Хотя, если честно, я и борщи на кухне варить могу. Я все могу. Ну, кроме некоторых вещей. А какие большие и маленькие игры знаете вы? Конечно же, спрошу я вам в ответ. Я знаю, что есть прекрасная такая игра Братья. И она у меня даже присутствует в Стиме. И почему-то мои руки до сих пор до нее не доползли. Стыдно, стыдно, Катя. Надо, надо исправляться. Я знаю, что есть такие замечательные, прекрасные игры, как... Как что? Хм. Симулятор свиданий с голубем? Возможно. Кстати, это так, отходя от темы. Тут мне Дима, который Джон Доус, кинул ссылочку на данную игру, мы с ним просто офигели от того, что увидели, потому что действительно существует симулятор свиданий с голубем, будучи человеком. Японцы, такие японцы, они творят дико странные вещи. И сейчас на эту игру в Стиме дикая скидка. Она, по-моему, 99 рублей стоит. В общем, посоветуйте мне какую-нибудь действительно хорошую, большую, маленькую игру, которая занимает малое количество времени по прохождению, но которая оставляет неизгладимейший след в душе. Очень хочется при неимении времени окунуться вот в такого рода историю. Жаль, что я так и не вспомнила еще необычных фильмов моих любимых. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я просто списком потом под видео внизу напишу. Поразмыслю, подумаю, и так спустя несколько дней покажу вам еще некоторые фильмы на данную тематику. Ну что же. На Сим, наверное, буду откланиваться. Откланиваться. О, господи. У меня фейспальм от себя самой. Простите меня. У меня действительно какое-то упадническое, унынешнее состояние. Спасибо вам, ребят. Спасибо за то, что поддерживаете, смотрите. Спасибо за то, что даже как-то защищаете от неадекватных личностей, которые в последнее время прямо как грибы после дождя полезли. Спасибо, что входите в положение и остаетесь на моем канале, осознавая, что видео выходит совершенно дико редко. Но ничего я не могу с этим поделать. Я пытаюсь сесть записывать, а потом бабаха происходит в нечто еще более угрюмое, чем было накануне. И, может быть, я проклята своей жизнью. Жизнь такая стоит. Да, господи. Осталось только, чтобы я очутилась в Северной Корее и вот жила там. Мы сегодня с подругой очень-очень долго рассматривали фотографии Северной Кореи и поняли, что мы хотим туда съездить, чтобы посмотреть весь этот стойкий, кошмарный, жуткий коммунизм и определенного рода тиранию. Хм. Интересно. Ну, кстати, и вам советую ознакомиться с историей данной страны и насколько странно люди живут там. У них даже интернета нет. Угу. И почти компьютеров нет. Так что мы еще с вами очень прекрасно в развитой стране находимся. Очень прекрасно в развитой стране. Час пятьдесят две. Час пятьдесят два. Поэтому странные слова от Осина продолжаются. И нет, нет, нет. Я выпила только кефир. И я совершенно не пьяна. Ха-ха. Ладно. Я буду действительно с вами прощаться. Спасибо вам. Спасибо за поддержку, ребят. С вами была Осина. Мы обязательно встретимся вновь в следующих каких-нибудь видео. Ха-ха. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok